Почему Россия всегда говорит о спасении и так далее? А потому что не о чем больше говорить. Они не могут хвастаться тем, что они поставили на ногу Армению. Хотя они иногда говорят о том, что Армения расцвела в годы советской власти, но это тоже некий миф, потому что на самом деле Армения просто относительно начало жить благоприятно, благодаря мирному труду, талантливого, трудолюбивого армянского народа. Что касается самого Советского Союза, то Советский Союз, большевики оккупировали Армению. Оккупировали независимую первую республику Армению в 1920 году. И вы знаете, вот я всегда сам себе задавал этот вопрос и проводил аналогии с теми странами, которые имели тоже свои колонии, там Британия, Франция и так далее. Вот посмотрите, британские бывшие колонии, Сингапур, Гонконг, Индия. Я имел счастье работать и жить в Сингапуре в течение года. Они никогда не высказывались плохо об Англии, о своей бывшей митрополии, потому что они действительно расцвели благодаря Англии. Сегодня Сингапур одна из ведущих стран. Они никогда не видели унижения со стороны англичан и так далее. То же самое можно сказать об Индии, об Гонконге. Может, Индия немного отличается в этом отношении. Но бывшие по отношению к своим колониям Россия всегда вела вот такую топорную политику грубого насилия, ассимиляции. Армения всегда была разменной монетой для России. Разменной монетой в торге с Турцией, с Азербайджаном, с Персией. Это исторические факты есть у историка Лео, у многих других за этим далеко ходить не надо. Они считают, что они всех спасали. Спасали Европу, спасали весь мир, Грузию, Прибалтику и так далее. Но, тем не менее, есть такое понятие, почему... Вот русские есть такой анекдот, почему у нас всегда получается Северная Корея, а у них Южная. Потому что подход к колониям в корне отличается от других стран. И я думаю, в этом суть вопроса. Я бы, например, если был на месте российских царей или генсеков советских времен, я бы использовал Армению как свой форпост на этом пространстве, дал бы ей полный независимость, суверенитет, поощрял бы ее расцвет, богатство. Точно так же, как делает, например, Соединенные Штаты со своими партнерами, не сказать как колониями, но партнерами, союзниками. Вы посмотрите на Израиль, посмотрите на Южную Корею, на Тайвань. Америка помогает им оружием, экономически помогает во всех отношениях. И это делает только Америку сильнее, потому что у нее появляются сильные союзники и сильные друзья в любом регионе мира. Чего нельзя сказать о России. Так что здесь есть о чем подумать самой России. А от себя добавлю, что мы рады будем, национально-демократический полюс после прихода к власти в Армении, будем рады установить истинно партнерские союзнические отношения с той властью в России, которая придет на смену нынешнему путинскому режиму. И дай бог, чтобы после Путина Россия была демократическим государством и вела бы равные партнерские отношения по отношению к соседям. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч.